Да, я лично, не знаю, как вы, да, я закрываю сезон каких-то публичных мероприятий, я до сентября, да, ухожу в подпорье. Вот, закрывая этот сезон, мне тут хочется продолжить, как неожиданно оказалось, заочный диалог с Бронзой по поводу Канта, вот, ну и заодно по поводу этой самой матрицы злосчастной. Я вспоминаю, как покойный уже Алексей Лугович Черняков, как-то раз, глядя на студента, который там пишет курсовую работу о том, что вот, дескать, точка зрения Декарта и Матрица, точка зрения Канта и Матрица, вот, вздохнул и сказал, я уже проклял тот день, когда я впервые на публичных лекциях для студентов и для всех желающих привел Матрицу в качестве иллюстрации к рассуждениям Канте и все. Просто проклял тот день, не надо бы в этом делать. Ну, если говорить серьезно, повторюсь, на мой взгляд, просто точку зрения Канта следует рассматривать в контексте трех критиков, потому что только таким образом его философия представит в некотором целостном виде. А то, что всегда все так упирают на критику чистого разума, я прям даже не знаю, с чем связано. Правда, не знаю, у меня даже гипотиза не какой-нибудь. Не, ну, может пробуксовывают, как-то дальше не идут, хотя с этим разовался. Ну, или такое соображение, что просто по объему. Там вот, если кладешь рядом критику чистого разума, где тут она была на диване. В 800 страниц. Да. Вот давайте, у нас есть зрители, если это, то мы покажем. Значит, вот у нас такого формата и такой толщины книжка, это критика чистого разума. Критика практического разума по формату, если вот такому, то она будет примерно такой толщины. Ну, и критика способности суждения там чуть потолще. То есть, в общем, тут, может быть, идут рассуждения, такие аргументы, что раз такая толстая, значит, точно там вся самая суть и изложена. Вот. Но, даже оставаясь в пределах критики чистого разума. Или я вот сегодня взял в руки гораздо более простую книжку Канта под названием «Пролегомины. Ко всякой будущей метафизике, могущую возникнуть в смысле науки». Это известное маленькое, опять-таки, сочинение Канта, которое он составил и опубликовал после первой редакции критики чистого разума. для того, чтобы более поверхностно, с несколько другой точки зрения, ну, представить те идеи, которые он собирается выразить в своей философии. То есть, он заведомо представляет это сочинение как некоторое поверхностное и неаккуратное во многих своих частях. Но даже в этом поверхностном сочинении многократно подчеркнуто ряд мыслей, которые делают невозможным предположить, что Кант согласился бы с братьями Вачовски или с Бронзой, или с кем бы то ни было, кто будет утверждать, что вот есть некоторая иная реальность чем та, что есть. Ну, можно, наверное, привести какой-нибудь сейчас… у меня тут начеркано чрезвычайно много… Действительно, в известных местах критики чистого разума Кант добирается до той поры, где вот он говорит буквально следующее. «Да, задача всего моего трактата в том, чтобы исследовать границы познаваемого, очертить эти границы. И после того, как мы очертим эти границы, мы будем уверены в том, что наше познание, наше философское познание, да, происходит аккуратно, успешно, имеет смысл далее везде, что называется. Какой угодно эпитет здесь подставляйте. Конечно, говорит он, когда разум обнаруживает эти границы, он понимает, что это весьма неудовлетворительное состояние. Разум не желает иметь дело ни с какими границами для самого себя, для своего познания. И поэтому он всячески пытается эти границы, там, боком переползти, преодолеть, перелезть и так далее, и так далее. Рождаются всякого раза фантомные мысли, которые являются соблазном для разума и подталкивают его к преодолению этой границы. Но нет никакого преодоления этой границы, ну, то есть с точки зрения Канта. Всякий раз, говорит он, когда мы преодолеваем эту границу в том смысле, что пытаемся определить положительным образом, что там, а там, напоминаю, может быть, вещь в себе или ноумен, на какой бы стадии рассуждения мы ни находились. Попытки положительно определить ноумен или вещь в себе есть не что иное, как фантазирование. Другое дело, другое дело, что с нашей стороны вот попытки разума выскочить за пределы своего познания, они являются не случайными. То есть это не чья-то индивидуальная ошибка или чья-то индивидуальная прихоть преодолеть эти границы. Напротив, эта попытка преодолеть границы лежит в природе самого разума. Поскольку разум выступает как связь, как связывание, то он пытается выступить в качестве связи абсолютно тотальным образом. И обнаружив границы, границы, хочет их преодолеть. Просто потому, что он в связи, он пытается постоянно эту свою связность демонстрировать и воспроизводить для самого себя. Вот, например, если мы все-таки пытаемся преодолеть эти самые установленные разумом для себя границы, то происходит примерно следующее, прямая цитата. «Ибо теперь спрашивается, как действует наш разум, связывая то, что мы знаем, с тем, чего мы не знаем и знать никогда не будем». Остановится цитата. «Имеется в виду вещь в себе, новым и все подобного рода вещи, которых мы не знаем и никогда знать не будем». Продолжаю статут. «Тут есть, и дальше очень интересно, действительная связь известного с совершенно неизвестным, что бы оно ни было. И если при этом неизвестное ничуть не станет известнее, на что и в самом деле нельзя надеяться, то есть все-таки он прямо говорит, то, что за пределами границы нашего познания неизвестно нам и никогда не станет известно. И всякие попытки думать, что там некоторая матрица и все не так – это фантазии. В данном случае добавляю от себя всю эту тирану. И конец цитаты. «Однако мы должны иметь возможность определить и привести в ясность понятие об этой связи». Еще раз. Вот какая странность. Вот где, собственно говоря, происходит та тонкая граница, на которой мы, по мнению Канта, должны остаться, но на которой, на мой взгляд, Александр Браузов просто не удерживается. На связи между тем известным, то, что исследовано в рамках критики чистого разума, и тем неизвестным, что остается на стороне «вещи в себе», «ноумена», etc. Продокс следующий. Хотя один из членов этого отношения, неизвестный, так и останется неизвестным всегда. Об этом прямо говорится у Канта. Многократно. Это всегда останется неизвестным. Это, в принципе, не познаваемо. Тем не менее, связь между тем, что мы знаем и тем, что мы не знаем и никогда знать не будем, вот связь между этими двумя штуками, хотя одна из них предельно проблематична, эта связь действительно. И нам следует, говорит он, отдать себе отчет в том, как эта связь действительно происходит. вот здесь. Вот тут, на этой грани как бы надо удержаться. Не пытаться, не пускаться в познавание «ноумена» или «матрицы», да? А удержаться на грани между известным и, в принципе, неизвестным, говоря об этих самых формах. Казалось бы, что здесь можно, в принципе, сказать о таком отношении? В чем проблематичность вообще исследования такого отношения? Ну, хотя бы в том, что для нормального исследования отношений мы должны знать те двое, которые в этом отношении состоят. Что логично. Мы знаем то, что мы знаем. А то, что мы не знаем, мы не знаем. Поэтому в каком смысле мы можем исследовать некоторое отношение между этими двумя? Здесь Кант предпринимает несколько рассуждений, показывающих, как это действительное отношение может быть нами схвачено. Еще раз, да? Это действительное отношение. Это не ошибка разума. Это просто необходимое свойство разума, который стремится преодолеть и эту границу. И последний рубеж, на котором может зацепиться Кант, это исследовать связь, которая возникает на этом самом пределе. Кстати, тут в какой-то момент, я помню, мы с Булатом припирались по поводу того, как возможна граница познаваемого, потому что ведь граница, она должна протекать между чем-то и чем-то. На этот случай у Канта в Пролегоминах есть просто совершенно точные слова. Границы, по-немецки «грэнцем» у протяженных существ, всегда предполагают некоторое пространство, находящееся вне известного определенного места и его заключающих. То есть это то понимание границы, на которое указывал Булат и говорил, что если есть граница познаваемого, то значит точно должно быть определено то, что не познаваемое. Продолжают статусы. Но пределы, Шранкин по-немецки, в этом не нуждаются. А суть простые отрицания, которым подлежит известная величина, насколько она не имеет абсолютно полновения. То есть, говоря более точно, границы познания это конечно не границы, потому что граница всегда между чем-то и чем-то. А границы познания это пределы познания. Вот пределы, они односторонние. Мы знаем этот предел только с одной стороны, а что за этим пределом не знаем, в принципе знать не будем. Но, возвращаясь к вопросу о том, в какой форме можно все-таки производить осмысленное схватывание отношений между знаемыми и незнаемыми. Один из вариантов – это идея Бога. Идея Бога. Так, сейчас. Мы найдем. Он довольно долго, подходя к этой идее, разбирается опять-таки с Юмом, который тут большую критику предлагает. Идея Бога. Что само по себе. Вот. Значит, здесь у него следующий тезис, который, на мой взгляд, не безгрешен и порождает какие-то дальнейшие вопросы. Но, по крайней мере, мы можем понять, в чем он состоит. Итак, такое познание, которое применимо к этим формам отношений знаемого и незнаемого, возможно, его познание по аналогии. Это не означает, я сейчас цитирую, это не означает, как обыкновенно понимают это слово, несовершенное подобие двух вещей. Еще раз. Расхожее понимание, познание по аналогии – это уподобление двух вещей. Одной вещи, другой вещи. Вот как, например, я мог бы уподобить эту книгу, вот этой книге. И познавать, скажем, неизвестную мне вот эту книгу на основании подобной ей, но не совсем такой вот этой книги. Так вот, такое познание по аналогии Кант в виду не имеет. Он имеет в виду нечто другое. Продолжаю эту цитату. Другое. Так вот. Имеется в виду совершенное подобие двух отношений между совершенно неподобными вещами. То есть, что такое познание по аналогии? Познание по аналогии аналогичным является не соотнесение двух предметов, а отношение между двумя предметами. Вот отношение между этим предметом и этим и вот этим предметом и, скажем, столом. Вот сравниваются не предметы, а те отношения, которые возникают между предметами. И тут он вводит свое собственное деистическое понимание Бога, которое является, на его взгляд, совершенно необходимым в философии, от которого будет происходить дальнейшее движение. А именно, есть же тут точная цитата. Вот. Значит, штука в чем? Что мы обнаружили в критике чистого разума, исследуя разум? То, что разум есть связь. Все формы связности, которые мы только можем обнаружить, есть заслуга разума. Разум выступает в качестве связывающего. Итак, вот. Единственное возможное средство довести употребление разума в чувственном мире относительно всего возможного опыта до высочайшей степени внутреннего единства – это признать высший разум же как причину всех связей в мире. Смотрите, какая штука. Аргумент его, конец цитаты, аргумент его, кратко говоря, следующий. Поскольку мой разум выступает в качестве связи в моем опыте. Но именно потому, что он есть в виде связи, он нуждается в том, чтобы обнаруживать эту связь абсолютно везде. Но в рамках моего опыта это возможно. Я обнаруживаю в рамках опыта свой разум в качестве связывающего. Но поскольку я пытаюсь распространить это навсюду, на весь мир, то есть на весь возможный опыт, которым я никогда не буду обладать. И задамся вопросом, а вот кто выступает связующим в этом во всем возможном опыте, который мне недоступен и не будет доступен никогда. И говорит он, что в таком случае я просто с необходимостью предполагаю наличие такого разума, который выступает связью для всего мира. Еще раз. Аналогия здесь в чем? Аналогия в том, что разум в моем опыте выступает в качестве связки. Того, что связывает и оформляет. И по аналогии, говорит он, я думаю, что есть некоторое У божественное, которое выступает связью для всего мира в целом. Аналогия между той ролью, которой играет мой разум в моем опыте, и той ролью, которой разум Бога играет во всем мире. Поскольку сравниваются два отношения, нисколько Канта не смущает то, что я не могу познать толком разум свой собственный. Вот до некоторого конца, как-то исчерпать его. Я не могу этого сделать, говорит он. Я не могу познать разум Бога. Но мне это и не нужно, говорит он. Потому что я предполагаю не строение собственного разума, а всего лишь ту функцию, которую разум выполняет в опыте. А разум Бога выполняет в мире как целом. Отсюда, говорит он, и вытекает с необходимостью теистическая идея, которая нужна мне будет для дальнейшей философии. И в качестве финального я процитирую, зачем здесь ему она будет нужна. Да, ну строго говоря, одной идеи Бога тут не исчерпывается. Чтобы, опять-таки, претендовать на некоторую полноту завершения анализа критики чистого разума, следует иметь в виду, что Кант нуждается для завершения в трех идеях. Психологической, космологической и теистической. То есть, психологическая идея – это идея, допускающая, что есть некоторая душа. Космологическая, что есть некоторый космос, который представляет из себя некоторое целостное. И третье, что есть некоторый Бог. Ну вот, я сказал, дал понять только, каким образом он полагает, что мы с необходимостью полагаем Бога. Но некоторые подобные рассуждения проделаны и относительно души, и относительно космоса. Для чего все это сделано? Да, все эти идеи, космологическая, психологическая, теологическая, он называет трансцендентальными идеями. Которые вот завершают весь его анализ. Итак, цитата. «Таким образом, трансцендентальные идеи, хотя и не дают нам положительного знания, однако, служат к упразднению дерзких, искуживающих область разума утверждений материализма, натурализма и фатализма. И через то дают простор нравственным идеям вне области умозрения. Это, мне кажется, в некоторой степени объясняет естественную способность к этим идеям. То есть, собственно говоря, эти идеи дают возможность дальше разуму действовать уже нравственным образом или практическим образом. То есть, этим самым обеспечивается связка того анализа, который делал в критике чистого разума, с тем, что будет происходить в критике практического разума. И опять-таки, обращаю внимание, что и на этом еще будет не все, еще будет критика способности суждения, которая добавит в эту сложную уже и так картину еще что-то свое. Но пока, пока, даже на этом уровне я хочу подчеркнуть, что способности познания, согласно Канту, не простираются дальше этих вещей. А да, а если вы попробуете сказать, или Александр попробует сказать, что да, разумеется, у Канта ничего не сказано про матрицу, ну мало ли по каким причинам, например, стеснялся, думал, что люди шокированные этой новостью просто все коллективно покончат с собой или будут невыносимо страдать. И он из человека любит, так сказать, не договорил эту идею. В таком случае следует обратить внимание на все те места, что в критике, что в пролеговинах, которые говорят следующее, что как раз вот этим псевдопознанием за пределами познаваемого грешила как раз та метафизика, против которой он выступал. И это псевдопознание есть не что, но это фантазирование, которое ни на чем не основано, и, соответственно, не может быть предметом никакой науки и не может быть предметом никакой философии, будь это метафизика или чего-то, не было бы такое. Вот, поэтому он знал о возможностях спекуляций, в любом смысле слова, сейчас слово спекуляции, по поводу того, что находится за пределами познавания. Знал, но не говорил поэтому не потому, что стремился оградить нас, слабых, а потому что считал, что это, в принципе, дурное занятие, которым уже занимались, и он этим заниматься не собирается и считает неправильно. Вот. Это были мои краткие слова. Вопрос такой, а почему тогда получается, что вот все-таки такие трансцендентальные идеи имеют значение применительны к практическому разуму. Ведь на самом деле, разве не получается так, что если в практической области наши действия указывают на то, что вот эти идеи имеют все-таки какую-то реальность, то тем самым доказывают их и то, что эту реальность мы знаем. Еще раз, в чем вопрос? Вопрос состоит в том, на самом деле. Вот, допустим, возьмем идею Бога. Если мы с точки зрения практического разума действия видим, на самом деле, что наши действия соответствуют такой идее, как существование Бога, значит, Бог существует. Даже если мы не можем доказать теоретически, что Он существует, но тем не менее, если практически из наших действий ясно, что Он существует, значит, Он существует. Нет, дело даже не в том, что… Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что вот все это, может быть, было довольно мило, все эти рассуждения о Боге или о невозможности идеи Бога, довольно милые в теоретической философии, но если мы говорим о практической философии, то есть о философии поступка, да? Тут важно разграничивать. Надо понимать, что дело не так обстоит, что в критике чистого разума речь идет о какой-то философии, а в критике практического разума будет идти речь о какой-то практике, в смысле, как люди живут. Ничего подобного. Критика практического разума – это просто то, что касается поступка и того, что можно считать нравственным поступком, что можно считать моральным поступком и так далее. Вот, то есть это просто, чтобы само слово не сбивало возможных зрителей. Да, так вот. Дело не в том, что мы для поступка нуждаемся в некотором предположении, что Бог есть, а дело в том, что, вот как я пытался сказать, может быть, недостаточно подробно, руководствуясь пролегоменными, пролегоменными, что все-таки полагания сначала деистической идеи Бога, а потом и теистической идеи Бога являются необходимыми в рамках теоретической философии. Они просто являются необходимыми. Это не просто потому, что мы иначе все повесимся с тоски, если не будет идеи Бога, или мы не будем отличать хорошее от плохого, если нет идеи Бога. Дело не в этом. А дело в том, что даже до того, как начинается разговор о всех этих предметах, Кант показывает, что разум с необходимостью полагает существование Бога. Ну вот в виде этих двух идей. Сначала деистическое, потом деистическое. Да, он не может доказать существование Бога. Но на самом деле нам не нужно это доказательство, если мы в практическом своем поведении видим, что эта идея не существует. Ну, например, из идеи Бога более сложная. Возьмем идею свободы. Что вот Кант говорит о том, что свобода вообще, говорят, трансцендентная идея, и относится к миру как раз мы постигаемого. Вот критики практического разума. Или там в антиномии, когда он доказывает, каким образом разрешить антиномию свободы и необходимости, он точно так же разводит свободу. Это относится к ноуменам, как бы необходимость относится к явлениям. Так вот, если мы в своей деятельности чувствуем свободу, да, и мы можем руководствоваться моральным законом, да, то есть наша воля может быть автономной, не доказывает ли это на самом деле, что якобы вот этот ноумен свободы нам не угодно? Что он же как бы ноумен, да, и мы его, он для нас не познаваем, а раз как бы наша воля автономна и на практике свободна, то значит мы познаем этот ноумен. Просто очень странно, как бы, как критика практического разума, это противоречит критике чистого разума, она как бы расширяет границы возможного опыта. То, что запрещено критике чистого разума, то почему-то разрешено критике практического разума. Вот, мне объяснили тогда такую вещь. А там разве о свободе речь идет? Я просто не помню, это антиномикант. С вас бы, две стороны, абсолютная свобода и абсолютная необходимость, да, они являются антиномией, то есть являются они прямо противостоящими, да? То есть они подношены к одной и другой структуре. То есть абсолютно свободы, просто свобода и необходимость. Да, свобода и необходимость, хорошо. Ну, человек, человек либо свободен, либо полностью это детерминированно. Да, полностью детерминированно. И то и то, как оказалось бы, ни одна из них не является трансцендентной противоположности монетному. И то, и то, и даны для нас. И то, и пересвобода. Нет, если, если относить их к вещам в себе, то это противоречие невозможно разрешить, это как бы вот антиномия. Да. Контент антиномии разрешает тем, способства свободы относятся к новым, а необходимость относится к людям. Ну, вот я не уверен, что это так, почему? Ну, он критики практического разума повторяет эту антиномию. Через гидрокор Bh ponto. Да, еще раз говорю, критика практического разума бандитарно повторяет именно в том виде, как я сейчас говорю. А мне вот казалось бы, космологическая вещь, мир либо бесконечный, либо нет к конецу, т.д. Здесь гдестос? Здесь здесье… С точки зрения, ищей себе там нет никакого пространства времени. Да. И поэтому антиномий разрешается. Вот, тут тоже, казалось бы, антиномия, у нас есть нечто трансцендентальное, очень похожий на трансцендентный мир. Относительно него мы делаем два противоположных высказывания. Откуда эти противоположности возникают? От того, что мы инструмент нашего познания применяем к чему-то запредельному. Это приведение к идее мира. Вот они отсюда возникают. Точно так же и с кем? Какая там сущность? Душа, когда и свобода? По душе? Либо она свободная, либо все необходимое. Нет, ну, душа сама по себе. Просто само наличие души выступает в качестве... Тут антиномия хорошо знаю, а эту где она? Антиномия... Я могу просто считать, вот в критике практического разума она просто кратко. Антиномия чистого спекуляцированного разума имеется подобное же противоречие между естественной необходимостью и свободой, причинностью происходящих в мире событий. Там оно было устранено доказательством того, что на самом деле никакого противоречия нет. И все события, и сам мир, в котором они происходят, рассматриваются, как это и должно быть, только как явление. Так как одно и то же действующее лицо, как явление, имеет причинность в чувственно воспринимаемом мире, которая всегда сообразована с механизмом природы. Но в отношении того же самого события, поскольку это действующее лицо рассматривается так же, как ноумен, оно может содержать в себе определяющие основания указанных причинность по закону природы, которые само свободны от всякого закона природы. То есть, иначе говоря, тут как раз решение антиномии состоит в том, что разводится на... Сама антиномия и противоречие стороны этой антиномии разводятся на мир чувственный, на явление и на мир умопостигаемый ноумен. Видишь, я что думал, Гулат, что вот этот умопостигаемый мир, о котором идет речь в критике практического разума, он вырастает не из попыток положительного определения ноумена, а из попыток, даже не из попыток, а из схватывания тех форм, в которых соотносится ноумен, ноумен и, да, с миром. Вот примерно так, как это происходит с идеей Бога. Он ведь о самом Боге как таковом, как Боге, о том, как он устроен внутри, Канг не рассуждает. Хотя полно теологов и было, и есть, которые пускаются в такие рассуждения. Но он считает это незаконно. И еще раз, да, просто тот мир умопостигаемый, о котором говоришь ты, следуя за критикой практического... Умопостигаемый мир есть и критики чистого разума. Он везде там присутствует. Ой, я нашел. Антиномия третья противоречия называется. Причинность по закону природы есть не единственная причинность, с которой можно выйти в семье. Для приснижения явления необходимо еще допустить причинность через свободу. Нет никакой свободы, все совершается ими, только по законам природы. Ну, и что? Ну, вторая антиномия, что? Ну, вторая часть антиномии. Ну, это вот третья противоречия была, да? Что еще, еще, еще надо чего-то посмотреть. В чем антиномия-то состоит? Потому что либо свобода есть... Либо мы должны причинночить свободу понять, либо никакой свободы вообще нет. Ну, правильно. Ну, и эта антиномия разрешается тем способом, что свобода есть в умопостигаемый, а по необходимости явления. И то, и другое друг другу не противоречит. Нет, подожди, так как бы свобода-то здесь... Причем, почему свобода является нечто трансцендентальное? Казалось бы, у тебя есть некий мир, который, да, причинец. Ну, вот смотри, давай просто, как бы я тебе объясню. Вот человек, если он на самом деле не свободен, можно как в смысле, свободен человек или нет, рассуждай. Если мир детерминирован, то человек в этом детерминированном мире, есть просто часть мира, и он, естественным образом, не свободен. С другой стороны, мы понимаем, что вроде мы свободны. И свобода нам нужна для того, чтобы действовать нравственно. Потому что в этом случае можно относить к нам, как бы, ответственность. То есть, таким, у нас есть две имманентные категории. Свобода и необходимость. И в парковой, как применить к поведению человека, мы вступаем в противоречие. Это есть интервью. Не понимаю, что такое имманентные? Свобода у него трансцендент. Нет, свобода и причины в этом смысле, Это нечто точно так же, как, ровно по тем же самым причинам, как бесконечности мира и конечности этого пространства в то время. Они же обе имманентные категории. Просто ты привяжаешь... Значит, имманентные категории, я не понимаю. Потому что они в нашем мире. Мы знаем, что такое конечность, и примерно знаем, что такое бесконечность. А когда мы... То есть, нет конца. Когда мы его применяем к некому объекту, трансцендентальному, то есть к миру, то мы наступаем в противоречие. Либо так, либо так. Точно так же здесь. Когда мы имеем дело с причинами человеческих поступков, то мы тогда говорим, либо они необходимы, либо они свободны. И свобода и необходимость являются всего лишь иммунентными категориями. Я могу засчитать, что просто долго читать, может быть, все написано, например, там. И таким образом сводит на нет превосходное открытие, которое делает для нас чистый практически разум посредством морального закона, а именно открытие, он постигает мир и через осуществление вообще-то трансцендентного понятия свободы. Свобода у нас станет трансцендентное понятие. Да, да, да. Ну, было... Хотя у него есть и трансцендентное понятие. Скажи мне, пожалуйста, а бесконечность? Это трансцендентное понятие? Бесконечность — это просто понятие. Что значит трансцендентное? Вообще говоря, что значит понятие трансцендентное? Это должно быть указание на некоторого рода объект. Про Бог, как объект, это трансцендентная идея, если говорить точно. То есть не трансцендентная, но трансцендентная. Трансцендентная – это то, что вынесено за пределы возможного познания. А трансцендентальная идея – это та, которая возникает на границе познаваемого и непознаваемого. По поводу свободы. Ты совершенно справедливо цитируешь, только вот ты знаешь чего? По-моему, то, что потом дальше Кант говорит о нравственном поступке и вообще о морали, не означает, что он в состоянии дать положительное определение свободе, как Ноумену. Совсем не означает. Но если мы… Для него… Подожди, еще пару слов. Для него все эти идеи в критике практического разума, они выступают в качестве регулятивных идей. И даже не понимая их положительно, тем не менее, они оказываются регуляторами… Конгресс у него конститутивные идеи, но тоже надо искать просто. У него все эти идеи конститутивные, а никакие они не регулятивные. И они бы… И они регулятивными, если бы были, то никакая нравственность была бы невозможна. Вот и состоится суть, что практического разума возникает расширение… Ну, сейчас я не готов улыбиться в эту тему, Волод, но вопрос твой понятен. Вопрос твой понятен. Я думаю, что здесь большого противоречия между нами нет. И ты, зря, совершенно настаиваешь на том, что здесь Кант в критике практического разума уходит за пределы познаваемости. Нет. Он осваивает просто вот эти действия на границе познаваемости. Вот он… Просто критика чистого разума, ее задача в том, чтобы эти пределы поставить и подвести. А критика практического разума начинает освоение этих областей. Но опять-таки не выходя за пределы познаваемого. Да, может быть, и не выходя, но если мы придерживаемся при расширении нашего разума в практическом отношении, мы придерживаемся вот этих расширительных идей практично в своем применении именно в поведении, то это и означает, что эта идея не пустая фикция для нас, не пустое расширение, а что это на самом деле для нас реальность. И это означает, что эта реальность конститутивна для нас. Не будет же человек действовать, думая, что Бог – это какая-то фикция, и нужна только для того, чтобы согласовать мир природы и мир свободы. Да, ну это понятно, что человек не будет так действовать. И философ понимает, что… Но, но, это, ладно, слово «с Богом» там, как бы, это просто каждый раз возникает, действительно это можно как-то оппонировать. А как бы со свободой? Ведь на самом деле проблема свободы даже вообще не зависит от того, есть кантовская философия или нет. Человек либо свободен, либо он на самом деле не свободен. То же самое аргумент, что человек действует так, словно он думает, что он свободен, он не может иначе действовать. Но, с другой стороны, мы, умные механистические философы, понимаем, что он полностью дотерминирован. Но мы об этом и не знаем. Да, дело не в этом, если человек полностью дотерминирован, то, как бы, никакая нравственность невозможна. Это, ладно, он может быть полностью дотерминирован. Другое дело, что он своей дотерминирован и думает так, что он будет о свободе. Вот в чем дело. Вот в этом и дело. То есть, ну, это и есть матрица, по-вашему. То есть, человек, есть на самом деле настоящий мир, где человек дотерминирован, но человек думает так, что он не дотерминирован. И что? Есть два мира, значит, а не один. Нет, ничего подобного. Почему? Это никакого мира другого не нужно. Тут я по существу, я с Игорем не согласен, когда он издевается над тем, что нет никакой свободы, а есть только необходимость. В этом пункте я с ним не согласен. Но если принять его точку зрения, это все равно не означает, что есть матрица. То есть, есть эти самые параллельные реальности. Еще раз говорю, давайте так рассудим. Действительно, у нас просто какая-то получается запутанная такая дискуссия. Смотрите, если кто-то полагает какую-нибудь границу, то тем самым на этой границе, неважно, является она пределом, или полагается как бы имманентно, как-то, да, то этой границе отделяются две области. А именно область внутри этих границ и потусторонняя. Нет. Да, а как иначе-то? Потусторонняя. Я не знаю, что потусторонняя познается, она действительно является отрицательной, отрицательной этой области. И, собственно, понятие имманентное и транседентное, оно и выражает, собственно, это различие, да, то имманентное – это все, что доступно нашему, то транседентное – это то, что… Это и есть отрицание монетного. Это то, что по ту сторону. Допустим, допустим. Хорошо. С такими партнерками я готов согласиться. Кант был бы на самом деле последователен, если сделав это различие, в отношении к трансцендентному, никаких больше высказываний не делал. Поскольку она непознаваема, то там, в общем-то, и ловить нечего. Но, тем не менее, вот в это трансцендентное, которое называют другими словами постигаемым миром, у него много что помещается. В него помещается туда свобода. Нет, вот здесь я категорически не согласен. Помещаются туда какие-то наоминые вещи в себе и прочее. Еще раз, было бы. Это субъект так таковой. Да, да, да. Все безусловно. Так оно все и говорится. Но существенное движение Канта состоит не в том, чтобы познать, каковы эти наумины положительным образом, а только и исключительно, как эти наумины, в каком они отношении стоят к миру моего возможного опыта. Да дело в том, что если это трансцендентно, то там даже различить ничего нельзя, кроме, как сказать, каждый раз повторять, трансцендентно, трансцендентно и трансцендентно, никакие другие различия туда вступить не могут. Да, поэтому они повторяют. А он повторяет. Ноумин, свобода, подожди, Бог. Нет, подожди, послушай, он говорит. Ноумин, свобода, Бог там. Да. И многие другие вещи. Вещь себе. У него большое количество различий. Как оно туда помещается? Оно не туда помещается. Все, что ты называешь, это трансцендентальные идеи, но не трансцендентные. Но еще раз говорю, что это было бы все нормально. Я бы даже, может, опять же с тобой согласился, если бы не было критики практического разума, где на самом деле для обоснования возможности свобода вот этот мир, как бы, умопостигаемый, существенный. И что свобода принадлежит этому умопостигаемому миру существенный. Кажется. Он никакой не каждый. Я полагаю. Почему? Это очень просто. Если какой же я майор, если Бога нет. Ну, Игорь, вот интересно. А проблема у нас состоит не в том, что какой я майор. Ну, подачи, включая здесь Бог, а свобода. А проблема у нас состоит в том, что я майор, и поэтому я мыслю Бога с необходимостью. Может, ты, конечно, можешь какие угодно выдумки говорить, но у самого Канта так, что мы постигаемый мир, как бы, обосновывает возможность нашей свободы в этом мире. Потому что с точки зрения явлений никакой свободы нет у него. Все детерминировано. Человек в мире явлений не имеет никакой свободы. И чтобы обосновать свободу, ему как раз и требуется вот это, то мы постигаемый мир. А в другом каком-то месте он даже говорит так, что я, на самом деле, ограничил границы разума для того, чтобы дать, как бы, место веренному. Это как раз и показывает, что он понимает умопостигаемый мир именно как местилище и способ обосновывать свободу, обосновывать настость. В том числе и теологию. Понятно. Все. Давайте я скажу последнее слово, и мы можем закруглиться. Хорошо. Разговор крутится вокруг главного, что мне чрезвычайно нравится. Но говорим и понимаем, мы Канта до какого-то предела кого-либо одинаково, а дальше расхождение. Расхождение происходит вот по какому пункту. Тот предел познания. Поставлен ли он раз и навсегда в критике чистого разума? Или в критике практического разума он будет как-то отменен или отодвинут? Я считаю, что он именно установлен один раз и навсегда. И Канта потом его не отменяет. В этом пункте Булат со мной не согласен. Он считает, что этот мир Ноуменов становится миром умопостигаемым, который, собственно говоря, играет ключевую роль дальше. Весь пункт расхождения. Мы можем к этому вернуться, когда будем более подробно говорить о критике практического разума. Сколько угодно, пожалуйста. Просто еще заметить, что если это так, если действительно у него, постигаемый мир является основанием для обоснования свободы, нравственности и прочего, то это как бы есть что иное, какое-то рассуждение о двух мирах. И можно говорить о матрице, о чем угодно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мое, это требует из того, что он мое. Вынуждены abnormально мыслить существование Бога, а к нему не говорится. Еще есть вообще Бог. Вот допустим, Бога нет. Ну, например. Вопрос обоснования свободы. При чем здесь Бог? Ну, точно так же. Вот это ты зря говоришь, потому что это один и тот же вопрос называется по Достоевскому, просто с разных концов. Вот прямо прямая цитата из тех же самых пролегонов. Так. Разум посредством теологической идеи, то есть того, что Бог есть необходимое, связующее миром. Продолжаем цитату. Посредством теологической идеи. И освобождается от фатализма, как слепой естественной необходимости в связи с самой природой, без первого начала. Так и в причинности самого этого начала. И ведет к понятию свободной причины. Вот. Это один и тот же вопрос. Нет. Просто даже если Бога бы не было бы, и Кант, это, если просто рассуждать без Бога, то все равно проблема остается, либо мы свободны, либо нет. Она вообще-то, эта проблема никак не зависит от проблемы Бога. Потому что у Кант... Это одна и та же проблема, я только это хочу сказать. Нет, это не одна и та же проблема. Но логика понятна с майором. Что майор, майор не придумывает мазуцу. Например, у Канта есть... Уже сам факт возможности этого выделения говорит на то, что мы свободны. Сам факт того, что существует, моральный закон, указывает на то, что мы свободны. Ну хорошо. И доказывает, что мы свободны. Хорошо, но из этого свободы не становится трансцендентным понятием. Еще раз говорю, свобода у Канта, трансцендентная. Я не знаю, что это значит трансцендентное понятие, не какое-то странное, но вещи-то говоришь. А это ты, кстати, постоянно... Нет, я имел в виду, что человек, допустим, как объект, он живет в дух реальности. Он детерминирован в мире явлений, и все, что он действует, можно объяснить, исходя из этого, из детерминации, из природы. И одновременно же он свободен в другом порядке вещей, он постигаем в мире. И вот свобода относится именно к другому миру, к миру вещей, новыми, и так далее. И вот вся критика практического разума именно об этом. Именно так обосновывается нравственность. Об этом в втором мире. Ну, что тут сказать? Давайте, Булат, ты будешь ведь об этом говорить, да? В следующей части? Ну вот, давайте попробуем к этому более предметно обойти. Продолжение следует...